Ну, во-первых, действительно, вы правы, что есть цензура, потому что есть каналы, которые нас не показывают принципиально, и цензура, не сколько цензура относительно эротики или формы подачи наших протестов, а именно политическая цензура, то есть мы понимаем, что есть определенные каналы, которые принадлежат определенным людям, в частности, товарищу Валерию, и эти каналы нас не показывают. То есть мы это прекрасно понимаем, но все равно им звоним, приглашаем их, а все остальное как бы все идет в норме, все идет как обычно, поэтому надеемся, что все-таки каналы, несмотря на то, что им определенные направления задают, но они будут от этого отходить, потому что показывать нужно что-то, тем более такие интересные, яркие и сумасшедшие протесты, как наши, это стоит делать. Как Вы относитесь к замужеству? Были ли предложения? Ежели замужество хорошее, то почему бы к нему хорошо не отнестись? Предложения есть, особенно очень много предложений к нашим девушкам, к самым активным активисткам из движения, то есть они определенный старт, старт в политике, в общественной деятельности, эти предложения есть, но пока у всех, как бы мы пока над этим думаем. Не хочется, чтобы женей был, был хороший, качественный, но пока у нас такой самый продуктивный возраст во всех смыслах этого слова, от 19 до 20 до 30 лет, хочется это время потратить не на стирку носков и обслуживание мужа, а это время потратить на то, чтобы развить свою страну. Потому что мне лично не хочется быть украинцем, который только то и делает, что сидит и ждет, когда же ему государство, которое обязано и должно ему якобы что-то дать, оно ему это даст. То есть мне хочется приходить и брать самой. И вот в возрасте от 20 до 30 лет, по-моему, как раз стоит это делать. А уже когда я возьму все, что я хочу, Саша будет стирать носки, я не буду стирать носки, ну ладно, ну там, постираю что-то. Нет, ну то есть когда все это уже будет в руках женщин, тогда уже можно выбирать и брать себе мужа такого, как хочется. Не ждать предложения точно так же брать самой, вот, рожать детей, нормально их воспитывать, уже имея за собой, под собой там твердую почву, платформу и понимание, что нужно делать в жизни, что нужно ребенку, а не в 20 лет, когда еще, то есть, ну, по крайней мере, к детям и к замужеству, в 20 лет. Это слишком рано. Нужно работать, обеспечивать страну в первую очередь. Обеспечивать страну. А потом детьми обеспечивать. Вам не стыдно, как вы в глаза детям будете смотреть? Знаете, мне очень стыдно, мне каждый день стыдно за таких людей, которые вот такие вещи пишут, которые кроме желчи, цинизма, апатии, эгоизма ничего больше не выдают. Вот за таких стыдно, за правительство очень часто стыдно бывает, иногда за президента, когда что-то отморозит. То есть, вот за такие вещи действительно стыдно. Поэтому мы существуем, чтобы не было стыдно за себя. За себя нам не стыдно никогда и ни разу, потому что мы понимаем, что мы делаем правильные вещи, нужные. И, как говорится, наши действия уже осудит там предыдущее поколение. И они уже тогда скажут, хорошо мы делали это, или плохо, или что-то мы не доделали. То есть, это уже для истории, да. Так что, ну пока так, пока работаем. Медленно печатаем. Что у Саши Шевченко было с Шуфричем? Шустер и Шуфрич из одной кормушки кормятся. Вот готовили вместе с ними пиар-приколки по с прорывам. Что у тебя было с Шуфричем? Любовь Морковь. Нет, что не пишите. Они там напишут, а потом берут цитаты. Да, и будут видеть. Нет, ну с Шуфричем, что было с Шуфричем? Первая наша встреча была вот на эфире, в эфире, в прямом. Вот, я не знаю, там, друзья ли они или не друзья, ну, скорее всего, конечно. Вот, но на самом деле прорыв был абсолютно честен, абсолютно настоящий. Это был действительно прорыв. Расскажи, это, Саша, на любимой истории. Да, не буду, это уж долго рассказывать не буду, но время ограничено. Вот, на самом деле, все было честно. И вот это была первая встреча на этом прорыве, в прямом эфире. Потом я, человек пообещал потом по выходу из студии о том, что все-таки он примет этот закон, о том, что ты зря это сделала, я приму этот закон, не волнуйся, деточка. Вот, и это была вот одна из очередных встреч, на которой я все-таки добивала его, чтобы он принял этот закон. Ну, Нестер, ну когда же? Ну, вы же буквально неделю назад говорили о том, что все будет, а сейчас вы снова откладываете и откладываете. Вот уже прошло более полгода, но, как бы, а вы, сын, и не там. Вот, а помн он был просто возле одного заведения, где был там день рождения, что ли, у Таиси Павали, поэтому, соответственно, было много прессы, ну и, конечно, как всегда, все любят это предоставить совсем в другом смысле, в других красках. А закон, кстати, был закон о криминализации клиента-проститутки, то есть который мы уже больше года лоббируем, и он есть на рассмотрении в комитетах Верховной Рады, но, к сожалению, пока что не принимает. Поэтому мы там всеми методами, силами, способами стараемся сделать все, чтобы он был принят, поэтому прорываемся в студии, ловим депутатов, стоим под Верховной Радой, там, 20-ти градусный мороз, тоже ловим депутатов. То есть все делается для того, чтобы этот закон был принят. В 40-ти градусную жару, в 40-ти градусную жару, да, кстати, ничего просто хуже. Как вы относитесь к кодексу киевлянки, который готовится? Почему молчите? На самом деле я, например, считаю, что это не серьезная вещь, это просто какая-то очередная ерунда от какой-то непонятной организации домохозяек. Ну, то есть даже если он и не будет принят, то есть можно единственное, что написать фуфэш и разобрать, по каким принципам он не подходит, но я не верю в то, что это будет как-то там внедрено, и, соответственно, все должны будут ему следовать. Ну, так, просто вслед решили как-то что-то показать, продемонстрировать. Вообще, что такое профсоюз домохозяек? Ребята, кто платит домохозяйке деньги? Где ее работодатель? Кто он? Да, профсоюз домохозяек добьется того, и мы, кстати, поддерживаем государство, чтобы домохозяйка считалась государственным служащим, понимаете? Да, тогда профсоюз. Она воспитывает детей, то есть людей для государства, она там обеспечивает того же мужа, чтобы у него все было хорошо, он работал. Давайте вот мы сделаем официальный статус домохозяйка, она будет получать от государства деньги, и тогда на здоровье можно вводить кодекс. А так, ну, то есть лично для себя они, конечно, могут что-то там себе определять. Тем более, обычно, кажется, там какие-то мужики в этом всем замешаны.